Приветствую, дорогой Михаил! Вот сейчас я хочу тебе сделать сюрприз для всех участников нашей школы Человек Большего Хомофутурса. Я тебя хочу попросить, независимо от предыдущих тем, независимо от вопросов, независимо ни от чего, я тебя хочу попросить сядь на своего конька, на свою любимую тему, что тебе легче всего, что тебе приятнее всего. Пусть участники школы через это тебе в душу заглянут, потому что ты мастер трейс, ты преподаешь детям, ты преподаешь трейсы взрослым, чтобы в душу тебя заглянули, что же ты любишь больше всего, какую тему. Давай, садись на этого конька. У меня темы любимые все, много тем любимых. Я хочу на конька взять вообще, к чему мы разговариваем, в каком плане. Чтобы образа немножко представить, если рассмотреть алгоритм решения изобретательской задачи, но это сложная, авиатура, да? То есть мы идем по широченной дороге, вот начали путь свой по широченной дороге, а ботина слева на горизонте и справа на горизонте. Вот по мере того, как мы идем, мы шарахаемся от горизонта к горизонту. Идет в результате анализа, идет постепенное сужение, мы объединяем горизонты. И в конце концов, это вот получаем идеальный конечный результат, когда вот эти горизонты, два горизонта справа и слева, оказывается в точке. Вот это позволяет делать теорию решения изобретательской задачи с помощью инструментария, который есть. Вот я хочу... Мы переходим к цели. Да, это я понимаю. Я хочу тебя спросить тогда по ходу, раз тебе всем нравится, когда ты делаешь свою работу и занимаешься любимой работой. Я хочу тебя спросить, как нам можно побольше людей и подростков особенно вывести на школу «Человек будущего» «Homo Futurus», потому что эта школа обучает людей навыкам развития творческой личности, чтобы человек развивался творчески, чтобы он мог в условиях жестких временных ограничений быстро принимать разумные решения, опираясь на вечные человеческие ценности. Любовь, сопереживание, созидание, чувство бесценности живого, чтобы через эту призму он быстро находил решение, потому что оказывается, когда человек думает не только о себе, но болеет и обо всех, особенно когда болеет не только о ближнем, который рядом, а и обо всем человечестве, тогда он легче решает какие-то сложные вопросы, тогда он легче находит какие-то неординарные решения в условиях неопределенности, как сегодня. Вот ты можешь сказать, как нам больше пригласить туда подростков, потому что они именно хотят овладеть таким мышлением, чтобы быстро соображать в условиях неопределенности, и на экзаменах, и на выступлениях, как быстро снимать зажимы, зажатости, блоки сознания и тела, чтобы быстро снимать. Как их туда всех пригласить на наш канал? Я понял. Ну, я вот, допустим, приглашал, собрали ребят, пригласили на станцию юных техников ребят, они пришли, 4 буквы, вот это 30, а что это такое-то, сойдется, понимаешь, долго объяснять. Я им говорю, возьмите листочки, то есть я раздал чистые листочки. Значит, там были девочки, мальчики разного возраста, и так далее. Я говорю, напишите, пожалуйста, на листочке ваша проблема, вашу проблему, которую вы не можете решить. Вот есть у вас проблема, и вы... Вашу личную проблему. Да, личную, личную. Можно подписывать имя, фамилию, можно не писать. Или вашу личную мечту, которую хотите достигнуть. Не мечту, а проблему. Проблему, которую вы не можете решить. Которую вы не можете решить. Ну да, их может быть много, но которые действительно, реально хотят решить, но не могут, да? да 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 ну вот есть проблема не могу с ней справиться вот они мне на листочке значит написали я это все собрал сделал вид что я читаю потом говорю но я полистал как бы да вот потом говорю значит то чем мы будем с вами заниматься я даю вам гарантию 80 процентов вызывавших проблем я покажу вам как их решать почему 80 потому что есть у вас проблема осчастливить все человек это извините я не помогу в этом вопросе но это я хочу поэтому то мнение как мы изучали разный инструментарий уже подошло время смотрю вот этот инструмент позволит так проблема я зачитываю проблему автор выходит остаться таня инкогнито или или может подключить они сами выбирают давай решать остальные помогите ему вот то что мы не стиль то чему научились помогите ему эту проблему решить всем об обещал что вы каждый сам решить свою проблему я вам показываю вот когда они пришли и агитируют его там то там то вот то что у него вот то что ему близко то что близко он придет его не надо его не надо приглашать даже но для этого надо чтобы он услышал что такое место есть но их согнали то есть мне надо то есть ты мне отвечаешь что они не знают я не знаю что им говорили понимать то есть мне надо найти человека который всех сгонит к нам на канал собрать до их собрать надо а как найти этого человека с помощью триза зачем искать этого человека нужно чтобы ребенок сам пришел к тебе надо искать канал который пользуется дети так тогда внимательно внимательно слушаю использовать канал которым пользуются дети а ну например какой-то канал где они играют в игры так допустим я нашел такой канал дальше 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 ты приглашаешь на этот канал и вот даешь по вариант который я предложил то есть я нашел этот канал и я там пишу в этом канале значит знакомство с позволит некоторые по времени знакомство с нами поможет вам решить вашу проблему которая есть у вас супер слушай удивительно вот этот рис да мишенька конечно результат ребенок сам приходит со страшной силой бежит к тебе понимаешь слушай а давай всех участников нашей школы попросим об этом чтобы они поискали канал где дети общаются между собой но это какого-то возраста ну кому как удобнее кто кого знает и там написали что чтобы вам решили помогли вашу проблему личную вы можете быть инкогнито при решении этой проблемы не говорить об интимных подробностях но вашу проблему решать если вы придете на такой-то канал да не вашу проблему решат а вы сами решите проблему вы сами решите свою проблему это хорошо что я уточняю и ты уточняешь это хорошо надо несколько раз понимаешь вот если я решу это моё детище мой ребенок если я решу проблему поэтому я не надо чтоб тебе родил и родился прямо я слушай я говорю озарение чтобы у тебя пришло чтобы у тебя была проблема которую ты хочешь решить если ты хочешь научиться чтобы у тебя происходили озарение как решить эту проблему и слова говоришь красивые слова ребят тоже не Проблема, есть орех, у тебя есть орех. Проблема, мы научим тебя раскалывать, чтобы ты сам расколол этот орех. Отлично, отлично. Тогда я прошу всех участников нашей школы, человек будущего, Homo Futurus, обратиться на каналах, где общаются дети, с предложением, что если они хотят решить свою проблему, знать, как ее решить, научиться решать свои проблемы, которые действительно у них есть и действительно их волнуют. Можно добавить два слова? Кто-то не знает слово «проблема», не совсем понимает это. У тебя есть орех, который хочешь открыть. Так вот, мы покажем тебе инструмент, который позволит этот орех расколоть. И этот инструмент называется трис и ключ. И ключ, да. Ключ получается и к трису, а трис получается к ключу. Ну да, они взаимодополняют друг друга. Я, к сожалению, пока не очень ничего почувствовал. Да, ты почувствуешь, когда ты попробуешь, потому что, не попробовав, это нельзя понять. Потому что ключи приемы, приемы тоже, тоже такие, которые ты сам себе подберешь, те, которые тебе подходят. Не вообще такие, типа, делай, как я. Нет. А делай, как ты. Ты будешь делать, как ты, то, что тебе подходит максимально, то есть просто, то есть комфортно, что дает сразу результат снятия страха, снятия блоков ума и тела. И помогает тебе выйти на состояние творческое, когда ты можешь решать любые проблемы. Так вот, а ты, а ты будешь рассказывать для ума трис, а я буду давать ключ для союза ума и тела, чтобы снять стресс. О, отлично. Спасибо тебе, Михаил. Теперь мы дали такое домашнее задание для всех и подождем результат. Вот теперь смотри, я сейчас опоставлю то, что ты делаешь и то, что ТРИЗИ делает. Вот в ТРИЗИ есть различные инструментарии, да? Да. Значит, вот алгоритм имеет много шагов и так далее, но есть ТРИЗОПЦИИ, не то, что есть, они так. Получается, не все используют весь этот рядок. У кого-то есть один инструмент, который он поет, душа поет, это использует применение этого инструмента. У тебя получается так, что ты показываешь разные способы, а какой-то, вот мне какой-то способ близок, а остальное далеко. Да. Я показываю разные действия. Например, помахать руками, или покачаться телом, или покрутиться головой. Разные показываю, он по полминутки сопоставляет, что ему понравится. Какое-то гармоничное для меня, это уже, так сказать, мое тело определит. Да, да, да. То, что ему нравится. То, что хочется продолжать. Вот, допустим, вот это движение, или вот это движение. То же самое интересное. Он прокручивает варианты этих разных движений, и смотрит, что ему нравится. И выбирает вот это движение. Тогда он его делает еще полминуты, и приходит на состояние Творца. А у него могут при этом и слезы пролиться, и сонливость появиться. У него может быть и зевота появится. У него может быть и хорошее настроение сразу появится. Пусть ничему не удивляется. Но зато, когда он сделает так несколько раз, он научится управлять своим состоянием гораздо лучше, чем он это делал раньше. И сможет решать вопросы, которые раньше решить не мог. И сможет и орех тот разделить и расколоть. Таким образом мы соединяем Триск, соединяем с ключом. А теперь, пожалуйста, друзья, похлопайте нам в ладоши, потому что нам и в Телеграме, куда вы записываетесь, и в чатах там общаетесь. Это очень здорово нам читать. Спасибо вам большое. И там нам говорят, вы вместе сделайте такое и для взрослых, и для детей. Это интересно. Спасибо вам, друзья. Раз это интересно, это значит нужно. Мы с тобой закинули удочку, на которую должна ловиться рыбка. Как Христос говорил, если хочешь ловить не рыбу, а человеков. Помнишь, он апостолу Павлову, по-моему, сказал? Но я не про религии, я не собираюсь сейчас про религии. Я просто вспомнил эти слова. Чтобы быть человеком, надо быть творцом. Творцом – это и есть человек. Человек-творец. Чем он отличается от животных. Да, друзья? До встречи. Друзья, а что ты про части? Я думал еще что-то рассказать. А ты такое же глобальное сказал. Ты что? Это всем надо обдумать сейчас, чтобы ночью, когда лягу спать, озарились этим пониманием. Потому что это должно увлечься у человека в голове. Я еще добавлю. Вот еще можно, так сказать, зименку? Давай, давай. Добавить вышинку. Давай. Мы рассматривали схему талантливого мышления. И там смотрели, что это дает. Схема талантового мышления позволяет увидеть задачу на разных уровнях и ситуации. После того, как мы выбрали задачу, следующий шаг – строим модель задачи. Хоть сейчас поговорим о модели задачи. Тут слушатели, которым интересен этот материал для взрослых, для гуманитариев, для технорей и так далее. Не важно. У Семешенко, дело в том, что я психолог, психофизиолог. Я хочу сказать. Внимание закорачивается на том, о чем ты заканчиваешь. Поэтому вдруг они забудут, я повторяю, чтобы не забыли. Вдруг они забудут выйти на детские каналы, где дети общаются с этим приложением, о чем мы говорили. А если вдруг забыли сейчас заново пересмотреть наш этот ролик. Немножко поговорим, а в конце им напомним. Основные вопросы, которые не думают. Я спасибо большое, чтобы не потерять мысль. Им потом, в конце концов. Так вот, если строить, модель технической системы, то, что в железном ТРИЗе есть, то есть любая модель задачи, когда мы анализируем какое-то взаимодействие, есть инструмент и есть изделие. Да, да, да. Вот есть, допустим, карандаш, мы оставляем, карандаш оставляет след на бумаге. Да. То есть, чтобы вы понимали, дело в том, что ТРИЗ в основном работал с техническими решениями, изобретения технические. И там изделие, и там изделие имеется в виду. Поэтому, когда мы говорим ученик и учитель, кто здесь изделие, кто здесь инструмент? Учитель и ученик, кто? Изделие. Дайдем, дайдем, минуточку. Это на железяках мы посмотрели, да, на карандаше. Та же самая модель в социальной системе. Но если рассматривать техническую систему, то там четко одно является изделием, другое является инструментом. Они редко меняются местами. Вот карандаш пачкает бумагу, а бумага и стирает грифель. Чаще всего выбирается инструмент, ну, карандаш чаще всего инструментом. Но вот это интересует. Если рассматривать в социальную систему, то в социальной системе та же самая модель. Тут тоже есть модель. Там есть условно, это не много придумано, это Берн придумал. Значит, есть жертва, есть преследователь, есть судья. Общаются жертва и преследователь. Если они не могут договориться, понадобится судья. Вот мы с тобой сейчас общаемся, если строить модель нашего общения в данном случае, то мы с тобой постоянно меняемся местами. Когда я говорю, я выступаю в роли преследователя, ну, это образные вещи, да? Ты в роли жертвы. Значит, ответ, когда мы общаемся, мы меняемся местами. Причем нам удовольствие доставляет общение, когда мы регулярно меняемся местами. Если я тебя перебил, то я извиняюсь, закончим мысль. Да, я когда задаю вопрос, который тебе интересен. Если тебе не интересно, я тебе делаю жертвой. Если вам не интересно... Или сейчас нас слушают и думают, когда же они закончат говорить. Мы уже поняли, о чем речь идет. Они жертвы. А если кому интересно, он в этот момент с удовольствием слушает. Да, с удовольствием. Причем, если тема его беспокоит, она ему близка. Если гуманитарий слушает, чего вы мне тут про железяки морочите голову? Да, да, да. Теперь как еще раз узнать? К технике это обычно жесткая моделька. В социальной системе гибкая моделька. В социальной системе куда ты встал или куда позволил себя поставить, вот ты там и есть. Или ты жертва, или ты следователь. А судья нам понадобится в том случае, если мы добровольно не меняемся местами. Если ты отстаиваешь только я и не хочешь, чтобы я преследователь, а ты жертвуешься, тогда нам судья, приглашается судья, который определяет место твое и место мое. Это в социальной системе. Теперь как это дать ребенку детского сада? Надо брать на его рабочий материал. Для него рабочий материал это сказки. Сказки. Сказка тоже есть модель. В любой сказке есть модель. Значит, если в технике, там какие-то поля, благодаря которым взаимодействуют. Поля, что ты имеешь в виду? Поля, как бумаги. Поля, как карадаши. Оставляет след на бумаге за счет трения. Если взяли, так сказать, мы за руки взяли, то идет тепловая энергия, идет и энергетика идет. То есть много, много, много. Я почему про эти поля сейчас на секунду? Извиняюсь. А то все сейчас увлекаются модные. Квантовые поля, там какие-то между объектами. Что мы не об этих полях говорим. В технике физические явления. Да, физические явления, да. Значит, если и рассматривать социальную систему, там социальные явления. Да. Потому что если есть модельку строим, модельку строим задачи. Ну, они дети в сказках. Мама, ребенку, сказки читают. А теперь в сказках получается следующее. В сказке есть два основных героя. Герой реальный и герой сказочный. Так. А взаимодействуют они за счет волшебства. Волшебства. За счет превращения. Так. Ну, там, допустим, попил водительский козероночком стал. Слушай, как интересно. И что в этом смысл какой? Я сейчас покажу. В сказке есть обычный реальный герой, который в реальной жизни. И сказочный герой. Да. Например, Иванушка. Иванушка. Да, да. Этот сказочный герой, он владеет волшебством. Да. Если проанализировать волшебство, волшебство бывает разного уровня. Так. Это слово, это жест. Это сочетание, допустим, в царе Катабе, там у него и заклинание, и... Вырвал волосок и превращение сделал, да. Вот, а есть, смотри, первый уровень волшебства, жест, движение, предмет. Второй, следующий уровень, это предмет и заклинание, и жест. Да. А третий, третий, сейчас волшебство другого уровня. Если взять царемную лягушку, то там несколько превращений. Да. Ну, ты скажи, смысл этого в чем? Вот ребенок слушает, как вот каким-то жестом. А мы строим модель сказки, анализируем сказку, модель сказки. То есть все прекрасно, все нормально получается. Социальная модель. Потом попил Козеленским, жертвовать стал. Я извиняюсь, попил водичку, стал Козеленским. Оказался жертвовать. Что в реальной сказке происходит? Так. Значит, сейчас, ну, приведу пример. Хочу понять, хочу понять, ты мне объясни. Ты мне объясни, потому что, если ты мне объяснишь, ты всем объяснишь. Я вот не понимаю, в чем смысл того, что мама нам читала сказки. Мы в этих сказках жили. Вот я помню, мама мне читала про Карася Карасевича, который в речке плавает. И как к нему ходил в гости с зонтиком. Там другой Карася в гости в дом ходил в речке. Я потом ходил на следующий день и всем ребятам говорил около речки, не трогайте рыб, дайте им жить. Я так впечатлился. Да, ну, что на меня произвело это? Ну, произвело в моем развитии, что это дало. Трис причем здесь. Вот ты мне объясни. Мы анализируем. На сказках мы учимся с детьми анализировать происходящее. Анализировать ситуацию, рассматривать задачи и так далее. Вот смотри, в сказках, где участвует Баба-Яга. Так. Значит, мы с тобой попадаем в Баба-Яге. Баба-Яга сказочный герой. Да. А мы реальные с тобой герои. Из сказки, допустим. Ну, из реальной жизни. Да. Почему мы не попадаем? Кто попадает в Баба-Яге? Почему мы с тобой не попадаем? А, то есть ты хочешь сказать, что... Анализируем процесс. Да, почему вот мы не попадаем? Потому что... Мне неприятно Баба-Яга, потому что я же не знал, что она хорошая. Подожди, да. Она и хорошая, и плохая. Это я, когда с воспитателями работал, то они мне характеристику писали. Чего я только не наслушался. Изобретатель летательного аппарата впервые доказал, что человеческое мясо вкусное. Я говорю, вы где это, в какой сказке вы это читали? Бабушка никого не съела. Так попадает к ней тот, которому надо больше, чем остальным. Еще раз. Еще раз. Мы попадает из реальных героев сказки к Бабе-Яге тот, которому больше надо. В отличие от всех остальных. То есть, я не понимаю. Ну, а вот ему больше он хотел невесту, хотел царевну в невесту добыть. В результате, его посылали туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Так. Вот он пошел и пришел к Бабе-Яге. А, ну, потому что он обычным путем не мог невесту себе найти. И надо было... Да, его послали, ему задание дали, послали туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. То есть, получается, что он со всеми героями живет, ну, Аконтариум, в реальном мире, да? Так. Вот, а послали его туда. Так. В нереальный мир. Так. А почему к Бабе-Яге, а не, допустим, какое-то яблочко молодильное скушать, чтобы он еще красивее стал, чтобы невеста сама в него влюбилась? Вот, я просто сказку взял с Баба-Ягой, можно любую другую сказку. Да, теперь понятно. Вот, когда мне больше всех надо, чем всем остальным, я прихожу, а Баба-Яга должна встретить. Я туда хочу, в другой мир. Что делает Баба-Яга? Достойная это Баба-Яга творческая личность, никто возражать не будет. Ее достойная цель. Сказочного героя. Ну, какая? Ну, второй класс. Это второй класс, дети. Ответы детей. Я сейчас... Девять достойнейших, достойных целей. Найдостойнейшее проверяет героя на пшивость. Дословно. Почему я все время уточняю? Чтобы понять. Не, нормально. Все это хорошо, потому что мы иногда разговариваем на разных языках. Значит, она устраивает испытания герою. Иванушки, допустим. Разноскак, по-разному. Насколько он достоин того, на что он претендует. Если он доказал, с точки зрения пшивости, дословно, это язык детей. Вот. Значит, она показывает дорогу туда и обратно. Кажется, испытание, он уже, когда пошел туда, он проходит испытание. Пусть встречает, там дерево встречает. Когда он помогает тем героям, то на обратном пути они ему помогают. Идет ответный ход. Слушай, вот я думаю. Сейчас мысль может закончить. Я просто уточнить хотел. Вот я не самый-самый полный дурак, но я не понимаю. Ну, она ему показывает, посылает его и показывает, дает ему, там, клубочек дает. Дает, дает, но человек, который сказку слушает у мамы, как он может через это, что у него должно произойти? Ребенок слушает у мамы сказку. Значит, если герой доказал, что он достоин того, на что претендует, она дает атрибутику разные. Клубочек, там еще что-то, в каждой сказке по-своему. И вот эти вот герои, тот же клубочек, помогает ему искать, он должен выполнить свою задачу. Значит, если это... В данном случае клубочек этот риск будет? Ну, если хочешь, три, да. Так, и твой колобок, крошка твоя, да? Колобок, колобок путешественник, набирает сумма разума. Да, послушай, я хочу уточнить еще раз. Сейчас можно закончить, чтобы... Вот один, извини, один хочет закончить, он, так сказать, разгружается, а другой загружается. И он нервничает. Я нервничаю, потому что я не понимаю, потому что мимо меня проходит. Ты говоришь... Мысль закончилась, я просто не закончил. Я извиняюсь, я просто помогаю слушателям понять, о чем ты говоришь, дополнительные вопросы. Спасибо тебе большое. Значит, то, чего нет в сказках. Значит, если ты не доказал, что ты достойна, что же претендует, то бабушка посылает туда, и ты там занимаешь место той твари, которая соответствует. Вот это в сказках нет. Потому что к ней приходят достойные герои, и она показывает, как решать эту проблему. А теперь готов слушать твой вопрос. Я вот хотел закончить. Да, спасибо тебе. Я сейчас еще можно... Я начал пример. Царевна-лягушка. Волшебство. Царевна-лягушка. Да так я думал, ты про нее скажешь. Ну-ну-ну. Ну, там просто тройной уровень волшебства. Значит, самый низкий, это когда лягушка сбрасывает шкуру. Так. Второй уровень, когда лягушка превращается в царевну. Царевну, как ее там звали. Ну, понял. Красавицу. Да. И третий уровень, когда Кощей бессмертный ищет любви, ищет внимания. У него все есть злата, есть богатство, и так далее. А он несчастен. Да. Потому что она отказывает ему. Да. Вот и в отмешку он ее привыкнул. Ей устраивает испытание лягушкой и с возвратом. Понятно. Вот это самый уровень, большой уровень волшебства. На разных уровнях оно проявляется. Три вида волшебства. Все, я закончил. Я понял. Спасибо тебе огромное. Я чувствую, что ты на самом деле на своем коньке. Я чувствую, почему тебя любят дети. Я понял, почему. Потому что, когда ты рассказываешь, ты живешь этим. Ты с душой рассказываешь. Ну, а я вот взрослый человек. Я хочу превратиться в ребенка, чтобы понять, о чем ты говоришь. Ну, они же в тот момент не пытаются понять. Они просто живут, о чем ты рассказываешь. Вот я с ними. Мы берем эту самую сказку и разбираем ее. Раскладываем по полочкам. Да. Слушай, я тебя понял. Я хочу помочь себе понять и помочь всем слушателям нашим понятия. Хочу тебя попросить еще раз, чтобы ты пришел еще раз к нам, как добрый дедушка. Во-первых, Дедушка Мороз к Новому году придет, потом добрый доктор Айболит. Нет, это я буду в этом смысле, как в сказке. Тут у нас картины все сказочные такие. Вот тут колеса сансары крутятся. А это у нас космический гонщик, ангел, летающий велосипедист. Теперь у нас будет счастье, потому что раньше не было, потому что велосипеда не было, как у Почтолена Печкинг. Я хочу. Хочу. Да. Ты сказал, что я сажусь на любимого конька. Это очень хорошо. У меня табун. Табун? У меня табун. Отлично. Я тебя от имени всей школы прошу. Во-первых, благодарю. Во-первых, потому что в прошлый раз они были все очень довольны. И благодарю от них. И от имени школы прошу. В следующий раз еще приготовь нам, как объяснить вот это ощущение ребенка, маленького, как он развивается, когда слушает мамины или папины сказки, что при этом у него происходит. Он переживает вместе с тобой. При этом, если он не доспал, он засекнет. Или у него появится улыбка. То есть он живет этим. Ты его, собственно, оживляешь. Отвлекаешь от всех проблем. А Трис тут при чем? Трис, вот скажи. Сейчас я тебе задам вопрос. Идеальная книга для ребенка. Идеальная книга это какая? Идеальная книга, которая помогает ему мечтать. Самая высшая оценка идеальности книги для ребенка. Я считаю, моя книга. Потому что мне один парень сказал, слушай, какие хорошие книги ты пишешь, потому что они учат человека управлять собой и осознавать себя. Я сказал, да. Он говорит, а другие книги просто не нужны. Потому что если человек научится понимать, если осознавать и управлять собой, он же повторит то, о чем сказано в Библии. И решил Бог создать человека по своему образу подобию. То есть Творца. То есть человек-творец. Я уточню вопрос. Какой критерий любимости для ребенка книги? Самый высокий уровень. Интерес. Интересно. Вот Наташа помогает мне. Наташа книгу-то написала, сдала уже. Теперь там элитагент у нас был, Наля Зарипова увидит. Она сдала книжку, да. Слава Богу. Самая высокая оценка книжки для ребенка. Он с ней спать идет. Правильно. Я всегда помню себя в детстве. Только лежу на диване и только читаю. Читаю, читаю, читаю. И не только сказки. Я читал все. Фантастику. Я фантастику читал. Потому что я мальчик. Я не знаю, что читают девочки. Пусть напишут, что они читали в детстве. Что любили читать. Я читал фантастику. Я читал психологию. Я все перечитал. Потом я читал про гипноз. Потом по аутотренингу. Потом по изобретениям. И в конце концов я вышел на Альшулера. Я почитал Альшулера. И был просто поражен. Как он сумел вот это, то, что человек делает, бессознательно создавая изобретения, открывая новое. Как он смог вербализовать, систематизировать и дать людям эту школу ТРИС. А он разработал алгоритм создания теории. Да. А мы тоже в ключе создали теорию. Да. Да. Поэтому вот на этот вопрос соединить ТРИС и ключ мы как раз сейчас этим и занимаемся. Вот просто. Спасибо тебе огромное. Я обещал, что в конце мы вернемся к начальному вопросу. Да. Наполню слушателям, что от них просьба какая. Да. Парадублируй еще разок. Да, чтобы они вышли на детские каналы. Да, да. Да, не кто-то, чтобы вышел, а вот лично вы, которые сейчас нас слушаете и смотрите. Потому что вся проблема заключается в том, что человеку всегда кажется, кто-то это сделает. Вы непосредственно, кто сейчас нас слушает, возьмите, кнопочку нажмите, выйдите на детский канал, где дети общаются между собой. И там сделайте предложение. Напишите, что если вы выйдете на канал Ютуба «Метод ключ», Хаса Алиев «Метод ключ», или на Телеграм выйдете «Метод ключ» Хаса Алиева, выйдете туда, то вы получите инструмент, с помощью которого вы сможете решить ваши собственные проблемы. Так? Ну да, или подойти, или подойти к решению. Какой ты нежеломный! Ну я знаю, что ты член Совета Трис российского. Потому что иначе ты будешь обманщиком, понимаешь? Но если у тебя проблема счастливее всего человечества, ты не научишь его этому. Правильно. Еще раз давай сформулируем. Дорогие друзья, каждый, не полагая, что кто-то другой вместо вас это сделает, а каждый из вас, пожалуйста, найдите детский канал, на котором общаются дети, подростки, и напишите там предложение. Если вы хотите решить свою проблему, которая вас волнует, выходите на канал «Метод ключ» Хаса Алиева, или на Телеграм «Метод ключ» Хаса Алиева, и там получите инструмент, с помощью которого сами решите свою проблему. Очень быстро. Если не полностью решите, то, по крайней мере, приблизитесь к решению. И вам останется только чуть-чуть, а у вас произойдет тогда озарение. Правильно я сказал? Правильно. Так, ну, я предлагаю на следующий раз тему. Давай. Давай. Алгоритм создания теории на примере создания ключа и на примере создания триза. Отлично. Только мне надо будет подготовиться, я сразу не соображу. Я должен с этим переспать, как я пользуюсь моментом, чтобы создавать контенты, как решить этот вопрос, чтобы понять, о чем ты сейчас сказал. Я должен с этим переспать, подумать. Я не возражаю, я не возражаю, может, тебе мало одной ночи будет. Да, конечно, конечно, это сложный вопрос, и я думаю, что каждый человек тоже имеет свой алгоритм. Кому-то надо переспать с вопросом, на который он должен ответить, чтобы понять его сначала. Давайте. Только смотри, когда ты будешь это, сны видеть по этому поводу, да, надо посмотреть это во времени. Это не то, что вот тебя осенило и тепло, а во времени как это развивалось. Да, очень интересно, это ты нам расскажешь. Спасибо тебе, Мишенька, огромное. Спасибо всем. Да, я тебя обнимаю, всех обнимаем, да. Да, наше человеческое общение самое прекрасное на свете. Что может быть лучше общения по-человечески? До встречи, друзья. Всего хорошего, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok